Это Даг де Муро, и сегодня я собираюсь объяснить, почему каждый день я рискую своей жизнью, ездя на своей отозванной Porsche Carrera GT. Вероятно, вы знаете, что эта машина была отозвана, с таким пояснением, что если я буду ее водить, то погибну. Ну и давайте разберемся, почему я на ней езжу. А если у вас тоже Porsche Carrera GT в критическом состоянии и требующий ремонта, чините обслуживать, я советую у моих друзей в M Customs Turbo. А если вы ищете Porsche, то ребята из M Customs Turbo помогут вам найти и подобрать любую машину, даже самую редкую, ведь они занимаются этим уже больше 10 лет. Зацените доступные на их сайте автомобили, кликнув по ссылке в описании под этим видео. Сегодняшнее видео предоставлено для вас Chaos and Beats, моим автолюбительским сайтом с онлайн-аукционами, на котором недавно продали это, и это, и это, и это, и это. Да. Ладно, давайте расскажу вам предысторию. Год назад, в апреле 23-го, Porsche анонсировали отзыв Carrera GT, указав, что один из элементов крепления подвески работает недолжным образом, и в случае поломки вы можете разбиться. А если вы разобьетесь, то погибнете. И в то время это было примечательно, когда это случилось впервые год назад, отзыв 18-летней машины, а также суперкара, которая стоит столько, сколько стоит Carrera GT. Само собой, об этом говорили в прессе, это особенная и безумно культовая машина, ее отзывают почти спустя 20 лет после выхода, при том, что она и так прославилась тем, что убивала людей. И если копнуть немного глубже, то вот каковы были предпосылки для этого отзыва. В августе 19-го, один владельц Carrera GT приехал к дилеру на обслуживание, и они обнаружили, что один элемент подвески, сферический шарнир, заржавел и потрескался. И появились опасения насчет того, что в случае поломки этого шарнира из-за коррозии может случиться авария. Следующим шагом со стороны Порше было изучение других 20 Carrera GT, и среди них не обнаружили никаких повреждений и коррозии ни в одной из них. Но немного легкой поверхностной ржавчины обнаружили на некоторых из машин, которые ездят в всех штатах, где зимой дороги посыпают солью. Изучив и проведя тесты в этих местах, они решили, что вероятно эти детали недостаточно устойчивы к коррозии, и Порше внимательно следят за подобным в Carrera GT, потому что инциденты у них уже были, и легкомысленно к этому относиться нельзя. Carrera GT участвовала в нескольких серьезных авариях, некоторые из них оказывались довольно печальными, и в некоторых из них погибли люди. Поэтому Порше очень осторожно с этой машиной. Любое происшествие, очевидно, получит широкую общественную огласку, как мы видели это после несчастного случая с Полом Уокером. К любому риску, связанному с этими машинами, которыми частенько управляют на очень высоких скоростях, нужно относиться серьезно. И Порше на этот счет немного волнуется, поэтому увидев, что на какой-то из деталей чуть больше ржавчины, чем должно было бы быть, Порше начинает думать, что вдруг дело в том, что они с завода сделали эту деталь недостаточно устойчивой к ржавчине, и поэтому они решили сделать этот отзыв. Чтобы прояснить, пока что история не знает поломок этих сферических шарниров. Не было аварий, несчастных случаев, с ними связанных, но из соображений предосторожности, как это написано в их релизе, они решили отозвать все машины. И уведомление об отзыве очень специфическое. Из-за плохой доступности запчастей, указанные компоненты сперва должны быть проинспектированы. Если проверка не выявит никаких отклонений в работе указанных компонентов, то вы можете продолжать пользоваться автомобилем без ограничений. Другими словами, если говорить человеческим языком, если с деталями все нормально, на них нет коррозии, то вы можете продолжать ездить на своей машине. Просто отправляйтесь к дилеру и проверьте машину, чтобы быть уверенным, что все в порядке. И каждый владелец Carrera GT об этом знает. Из писем, которые они получили по почте, из новостей, из статей в интернете. Не суть. По сути, это означает, что если при проверке на шарнирах не обнаружатся ржавчины, то вы можете продолжать ездить на своей машине. Все довольно просто. Я свои шарниры проверил, и коррозии на них нет, и я этому не удивился, хотя покупал машину у человека из Коннектикута. Но она пробыла там всего около года, почти всю свою жизнь эта машина вообще-то была в Сан-Диего, в Южной Калифорнии, там, где живу я. Здесь на дорогах соли нет, и я, в общем-то, не ожидал каких-то проблем с коррозией. Тем не менее, из-за того, что этот отзыв касается деталей, которая может сломаться при движении и немедленно привести к аварии, Национальное управление безопасности дорожного движения издало указ о прекращении вождения, что технически означает, что вы не должны ездить на этой машине. Но учитывая то, что в уведомлении об отзыве написано, что если провести осмотр конкретной детали и с ней все в порядке, вы можете продолжать ездить, большинство людей игнорируют это постановление и продолжают ездить на своих машинах. И затем, пару недель назад, один интернет-писатель, которому нужные просмотры, вновь вспомнил про этот отзыв, несмотря на то, что это было уже год назад, он вновь поднял этот вопрос, и так получилось, что все опять про него вспомнили. Чтобы прояснить, не было никакой новой информации со времен анонса этого отзыва, буквально никакой. Но этот писатель опубликовал свою статью и упомянул меня в ней по имени, ну, знаете, из соображений SEO, продвижения, чтобы было больше кликов. И внезапно люди снова начали об этом разговаривать. Слушай, Карер, GT же отозвано, перестань на ней ездить, боже мой, как ты можешь вообще ездить на такой опасной машине? Все в шоке от этого, я постоянно получаю личные сообщения в Инстаграме о том, что сейчас на ней ездить нельзя. Мне не следует ей пользоваться, но не изменилось ничего, никакой разницы. Последние пару недель люди об этом мне пишут, потому что вышла эта статья, но в ней не было никакой новой информации, информация осталась такой же. Если ваш шарнир осмотрели и не нашли на нем коррозии, вы можете продолжать пользоваться машиной, так говорят в Порше. Тем не менее, из-за того, что этот отзыв касается деталей, которая может привести к аварии, повредить машину и прочее, машину предписано не водить. И мы знали об этом год назад, знаем об этом сейчас, не изменилось ничего, но теперь все снова об этом вспомнили. И то, как люди на это реагируют, мне лично кажется смехотворным, потому что, ну, есть две важные причины. Во-первых, в сообщении об отзыве очень ясно указано, что если на вашем шарнире коррозии нет, то вы сможете продолжать управлять машиной, как обычно. Все нормально? Вот я это и делаю. Но вот другой момент, и это очень важный компонент всей этой истории, о котором не упомянул никто, даже человек, написавший ту самую статью ради кликов. Огромное количество машин на данный момент попадает под действие такого же ограничения со стороны Управления безопасности дорожного движения. По факту, больше двух с половиной миллионов машин, ездящих по дорогам, попадают под такое же ограничение, включая некоторые версии следующих машин. Kia Telluride, Honda CR-V, Subaru Outback, Jeep Cherokee, Honda Odyssey, Volkswagen Atlas, BMW X5, Volkswagen Tiguan, Subaru Legacy. Все они попадают под приказ о прекращении вождения. Даже BMW M5 E39 и BMW M3 E46 на данный момент попадают под этот приказ Управления безопасности дорожного движения. Во многом из-за ситуации с подушками безопасности, но есть и другие причины, по которым они предписывают прекратить вождение. И вот почему я это упомянул. Про карьеру GT просто очень много писали. И люди до сих пор подходят ко мне на кассын кофе и говорят, «О, господи, ты должен прекратить на ней ездить!» Но подобные предписания выходят очень часто и их игнорируют. Поэтому люди волнуются, потому что впервые об этом узнали. И про карьеру GT все пишут, что она опасна. Угадайте, что на машинах, на которых они сами ездят прямо сейчас, вероятно, тоже предписано не ездить. Так же, как это предписано, двум с половиной миллионам машин прямо сейчас. В том числе и обычным, который я только что перечислил. Honda CR-V, Dodge Charger. Удачи вам. Я не говорю, что вам следует игнорировать эти предписания. В каких-либо случаях их выпускают, чтобы сохранить жизни. Ведь кто-то, вероятно, умрет или будет покалечен из-за того, что проигнорировал это предписание. Я просто хочу сказать, что утверждение о том, что Carrera GT меня убьет, необоснованно. И нельзя это утверждать, притом игнорируя многие другие машины с такой же проблемой. По крайней мере, в случае с Carrera GT у меня есть возможность осмотреть эту деталь на предмет повреждений. А некоторые из этих машин, например, с подушками безопасности Takata или другими проблемными компонентами. Вы вот не уверены, что все будет хорошо, пока что-то не случится и не сработает подушка безопасности. Вот это стрёмно. А здесь хотя бы можно проверить, в каком состоянии находится эта деталь. В моей машине на ней нет коррозии. И стоит ли говорить, что в этой статье не упоминалось о многих машинах, которым предписано не ездить. Я считаю это не только немного лицемерным, но и считаю, что все эти слова вырваны из контекста, чтобы раздуть сенсацию из рутинной штуки, постоянно происходящей в автомобильной индустрии. Чисто из-за того, что это коснулось этой машины. Я шокирован. Прямо в самом деле. Шокирован тем, что некоторые интернет-сайты раздувают из этого сенсацию и не предоставляют должного контекста. В общем, это была основная информация о том, почему я до сих пор езжу на этой машине. Вот несколько других вопросов, которые задают люди. Во-первых, что насчет страховки? Говорят, что страховые компании больше не работают с владельцами Carrera GT. И знаете что? Если мою страховку отменят, то будьте уверены, что страховки Kia Tilluride, Honda CR-V, Subaru Outback, Jeep Cherokee, Honda Odyssey, Volkswagen Atlas, BMW X5, Volkswagen Tilluride, Subaru Legacy, также будут отменены. И само собой, этого никогда не произойдет. Можете себе представить, как страховщики такие звонят людям и... Эй, ты больше не можешь ездить на своей Honda Odyssey, запчасти больше недоступны. Такого никогда не произойдет. Я подозреваю, что если буду водить эту машину и произойдет авария, связанная с тем компонентом подвески, тогда страховщик, вероятно, скажет, погодите-ка, ты знал, что тебе не следовало на ней ездить, и за выплату придется сражаться. Но есть у меня и сильное подозрение, что они не смогут отозвать страховку моей машины, так же, как и не смогут отозвать страховку любой Honda CR-V, который также находится под действием предписания о запрете на использование. В общем, я до сих пор езжу на этой машине, и не волнуюсь на этот счет, но так выглядит вся эта история в подробностях. Вот еще одна интересная штука на этот счет, о которой не упомянул никто. Порше отзывают все Carrera GT в Соединенных Штатах, и они заявили в своем анонсе, что это 489 машин. Никто не упомянул этого и не отметил. Но Порше продали 644 Carrera GT в Штатах новыми в 2004 и 2005 годах. Таким образом, либо из-за аварии, либо из-за экспорта, либо просто износа, 150 Carrera GT не стало, так что они реже, чем мы думали. И подобный отзыв — это интересный способ выяснить, сколько именно их осталось. И теперь мы это знаем. В Штатах 489. Любитель теории заговора внутри меня говорит, что в этом присутствует еще один компонент. Порше стараются заработать со своих самых ценных клиентов так много денег, насколько это возможно. И этой машиной владеют многие их ценные клиенты, многие из которых уже давно не появлялись в сервисных центрах Порше, потому что у них есть специалисты получше, вроде моего парня из Repasse Motorworks в Коннектикуте. Привет, Джимми. И этот отзыв — это способ для Порше вернуть эти машины обратно в дилерские центры и обновить клиентские базы. Я не думаю, что это основная причина этого отзыва. Они в самом деле озабочены деталью, которая в самом деле может сломаться, и они не хотят допустить еще одной крупной аварии, которая попадет в новости. Но в том числе Порше наверняка подумали, ладно, посмотрим на все эти машины еще разочек, и запишем кое-какие новые имена и информацию о людях, о которых давно ничего не слышали. В этом тоже что-то есть. Но это были два компонента этой истории, о которых никто не упомянул, и это был мой подробный рассказ о том, почему я до сих пор езжу на своей страшной... Она убьет меня! Карери GT. Карери GT.